Здравствуйте, военные студенты. Тема нашей сегодняшней лекции – второе и третье начало термодинамики. Вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать. Первый вопрос – второе и третье начало термодинамики. Поведение энтропии в обратимых и необратимых процессах. Второй вопрос – термодинамический подход и статистический подход. Третий вопрос – неравенство Коанзюса. Четвертый вопрос – теорема Каннона. Первое начало термодинамики, выражая закон сохранения и превращения энергии, не позволяет установить направление протекания термодинамических процессов. Кроме того, можно представить множество процессов, не противоречащих первому началу, в которых энергия сохраняется, а в природе они не осуществляются. Поведение второго начала термодинамики связано с необходимостью дать ответ на вопрос, какие процессы в природе возможны, а какие нет. Второе начало термодинамики определяет направление протекания термодинамических процессов. Используя понятие энтропии как второе начало термодинамики, можно сформулировать закон возрастания энтропии замкнутой системы при необратимых процессах. То есть любой необратимый процесс в замкнутой системе происходит так, что энтропия системы при этом возрастает. Можно дать более краткую формулировку второго начала термодинамики. В процессах, происходящих в замкнутой системе, энтропия не убывает. Здесь существенность то, что речь идет о замкнутых системах, как в незамкнутых системах. Энтропия может вести себя любым образом. Кроме того, отметим, что раз эта энтропия остается постоянной в замкнутой системе, только при необратимых процессах в замкнутой системе энтропия всегда возрастает. Формула Больцмана, то есть S равно KLNW, позволяет объяснить постулируемые вторым началом термодинамики возрастание энтропии в замкнутой системе при необратимых процессах. Возрастание энтропии означает переход системы из менее вероятных в более вероятные состояния. Таким образом, формула Больцмана позволяет дать статистическое толкование второго начала термодинамики. Оно, являясь статистическим законом, описывает закономерности хаологического движения большого числа частей, составляющих замкнутую систему. Укажем две формировки второго начала термодинамики. Первое – это по Хельгину. Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого является превращение теплоты, полученной от нагревателя в эквивалентную ей работу. А по Клаузюсу невозможен круговой процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Можно довольно просто доказать эквивалентность формулировок Кельгина и Клаузюса. Кроме того, показано, что если в замкнутой системе провести воображаемый процесс, противоречащий второму началу термодинамики, формулировке Клаузюса, то он сопровождается уменьшением энтропии. Это же доказывает эквивалентность формулировки Клаузюса, а следовательно и Кельгина, и статистической формулировки, согласно которой энтропия замкнутой системы не может убывать. В середине XIX века возникла проблема так называемой тепловой смерти Вселенной. Рассматривая Вселенную как замкнутую систему и применяя к ней второе начало термодинамики, Клаудиус свел его содержание к утверждению, что энтропия Вселенной должна достигнуть своего максимума. Это означает, что со временем все формы движения должны перейти в тепловую. Переход же теплоты от горящих тел к холодным приведет к тому, что температура всех тел во Вселенной сравняется, то есть наступит полное тепловое равновесие, и все процессы во Вселенной прекратятся, наступит тепловая смерть Вселенной. Ошибочность вывода в тепловой смерти заключается в том, что бессмысленно применять второе начало термодинамики к незамкнутым системам, например, к такой безграничной и бесконечно развивающейся системе, как Вселенная. Первые два начала термодинамики дают недостаточно сведения о проведении термодинамических систем при нуле Кельвина. Они дополняются третьим началом термодинамики, или теоремой Неркстер-Планка. Энтропия всех тел в состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения температуры к нулю Кельвина. То есть лимит ТС, когда Т приближается к нулю, равняется ну. Так как энтропия определяется с точностью доаддитивной постоянной, то и эту постоянную удобно взять равным нулю. Отметим, однако, что это произвольное допущение, поскольку энтропия по всей сущности всегда определяется с точностью доаддитивной постоянной. Из теоремы Неркстер-Планка следует, что теплоемкости СП и СВ при 0 Кельвина равны нулю. Из формировки второго начала термодинамики по Кельвину следует, что вечный двигатель второго рода, периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет охлаждения, одного из точек от теплоты невозможен. Для иллюстрации этого положения рассмотрим работу теплового двигателя. Принцип действия теплового двигателя приведен на рисунке 1. От термостата к более высокой температуре Т1, называемому нагревателем, за цикл отнимается количество теплоты Ку-1, а термостату с более низкой температурой Т2, называемому холодильником, за цикл передается количество теплоты Ку-2, при этом совершается работа АКу-1-Ку-2. Чтобы термодинамический коэффициент полезного действия в тепловых двигателях был равен единице, необходимо выполнение условия, то есть Ку-2 равняется нулю. Тепловой двигатель должен иметь один источник теплоты, а это невозможно. Так французский физик и инженер Карно показал, что для работы теплового двигателя необходимо не менее двух источников теплоты с различными температурами, иначе это противоречило по второму началу термодинамента. Процесс обратно исходящему из теплового двигателя используется в холодной машине, принцип действия которой представлен на рисунке 2. Система за цикл от термостата с более низкой температурой Т2 отнимается количество теплоты Ку-2 и отдается термостату с более высокой температурой Т1. Количество теплоты Ку-1. Для кругового процесса Ку равно А, но по условию Ку равно Ку-2 минус Ку-1 меньше 0, поэтому А меньше 0. И Ку-2 минус Ку-1 равно минус А, или Ку-1 равно Ку-2 плюс А. То есть количество теплоты Ку-1, отданная системой источнику теплоты, при более высокой температуре Т1, больше количества теплоты Ку-2. Полученного от источника теплоты при более низкой температуре Т2 на величину работы, совершенной над системой. Следовательно, без совершения работы нельзя отбирать теплоту от менее нагретого тела и отдавать ее более нагретому. Это утверждение есть не что иное, как второе начало термодинамики во формировке Ку-2. Однако второе начало термодинамики не следует представлять так, что оно совсем подключает переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Ведь именно такой переход осуществляется в холодильной машине. Но при этом надо помнить, что внешние силы совершают работу над системой. То есть этот переход не является единственным результатом процесса. Основываясь на втором начале термодинамики, Карно выявил теорему, носящую теперь его имя. Из первых периодических действующих тепловых машин, имеющих одинаковые температуры нагревателя Т1 и холодильников Т2, небольшим КПД обладает обратимой машиной. При этом КПД обратимых машин, работающих при одинаковых температурах, нагревателей Т1 и холодильников Т2, равны друг другу и не зависят от природы рабочего тела, а определяются только температурами нагревателя и холодильников. Карно теоретически проанализировал обратимый наиболее экономичный цитут, состоящий из двух изотерм и двух одиабад. Его называют циклом Карно. Рассмотрим. Прямой цикл Карно в некотором качестве рабочего тела используется идеальный газ, заключенный в сосуд с подвижным поршнем. Цикл Карно изображен на рисунке 2, вы видите на экране, где изотермические расширения и сжатия заданы кривыми 1,2,3,4, а диабагические расширения и сжатия кривыми 2,3,4,1. При изотермическом процессе у константа, то есть внутренняя энергия, количество теплоты у 1, полученное газом от нагревателя, равно работе расширения 1,2, совершаемый газом при переходе из состояния 1, состояние 2, определяется формула 1. А при адиабагическом расширении 2,3 теплообмен с окружающей среды отсутствует и работа расширения 2,3 совершается за счет изменения внутренней энергии, определяется следующей формулой. Количество тепла ТКУ-2, отданное газом в холодильник, при изотермическом сжатии, равно работе сжатия А3,4, то есть определяется формулой 2. А работа адиабагического сжатия определяется следующей формулой, и работа 4,1 равняется минус 2,3. Работа, совершаемая в результате кругового процесса, А равняется Ку-1 минус Ку-2, и, как можно показать, определяется площадью, заштрихованной на рисунке, два термического КПД цикла Харно. это равняется А, деленное на Ку-1, то есть Ку-1 минус Ку-2, деленное на Ку-1. Применив уравнение диабага 2,3,4,1, получаем, что Т1В2 гамма минус 1 равняется Т2В3 гамма минус 1. То есть отсюда можно найти В2В деленное на В1 равняется В3 деленное на В4. Подставляем первые и вторые в формулу 3, и учитывая 4, получаем пятую формулу. То есть КПД равняется Т1 минус Т2 деленное на Т1. То есть для цикла Харно КПД действительно определяется только температурами нагревателя и холодильника. Для его повышения необходимо увеличивать разную температуру нагревателя и холодильника. Например, Т1 это 400 Кельвин и Т2 300 Кельвин. КПД равняется 0,25. А если температура нагревателя повысит на 100 Кельвин, а температуру холодильника понизит на 50 Кельвин, то КПД равняется 0,5. То есть КПД всякого реального теплового двигателя из-за трения и неизбежных тепловых потерь гораздо меньше вычисления для цикла Харно. Обратный цикл Харно положен в основу действия тепловых насосов. В отличие от холодильных машин, тепловые насосы должны как можно больше тепловой энергии отдавать горячему телу. Например, системе отопления. Часть этой энергии отбирается от окружающей среды с более высокой температурой, а часть получается за счет механической работы, производимой, например, компрессором. Теорема Харно послужила основанием для установления термогинамической шкалы температур. Сравнив левую и правую части формулы 5, получим, что Т2 делённый на 1 равняется к 2 делённый на Куадель. То есть для сравнения температур Т1, Т2 двух тел необходимо осуществить обратимый цикл Харно, в котором одно тело используется в качестве нагревателя, а другое – в холодильнике. Из равенства 6 видно, что отношение температур тел равно отношению отданного в этом цикле количества теплоты к полученному. Согласно теореме Харно, химический состав рабочего тела не влияет на результаты сравнения температур, поэтому такая термогинамическая шкала не связана со свойствами какого-то определённого термического тела. Отметим, что практически таким образом сравнивать температуры трудно, так как реальные термогинамические процессы, как уже указывалось, являются непротивными. На этом сегодня мы лекцию заканчиваем. Теперь перейдём на вопросы для закрепления. Первый вопрос – как можно сформулировать второе начало термодинамики? Второй вопрос – укажите формулировки второго начала термодинамики по Клаузису. Третий вопрос – укажите формулировки второго начала термодинамики по Кельвину. Четвёртый – третье начало термодинамики или теорема Мьерниста. Пятый вопрос. Основываясь на втором начале термодинамики, какую терему вывел корни? На этом наше сегодняшнее месяце заканчивается. Спасибо за внимание.